Наука и технологии на телерадиоканале Страна.ФМ 12 часов 4 минуты в Москве. Дамы и господа, вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна.ФМ в эфирной студии Роман Шахов, Лиза Калинина и у нас гость. Астроном, популяризатор науки Дмитрий Трушин. Дима, привет. Привет, Дим. Здравствуйте, зрители и слушатели. Наш такой же цикл программ. Ты нам проводишь, как мы говорим, галактический ликбез. И сегодня наша тема Луна. Скажи нам сначала, Луна это что? Это планета, не планета? К чему это относится? Очень часто Луну называют планетой. Есть такие люди, да. Много таких. Но нам нужно понимать классификацию объектов в Солнечной системе. Мы говорим, что планеты это то, что вращается вокруг Солнца. Ну, не все объекты. Есть еще астероиды, карликовые планеты, кометы. Это все вокруг Солнца вращается. Мелочь. Часть из них это планеты. Восемь планет у нас в Солнечной системе сейчас. А то, что вращается вокруг планет, соответственно, это спутники планет. Вот у нас спутник Земли, у Юпитера очень много спутников. Вот буквально в этом году открыли еще 12 штук новых. Ну и так далее. Иногда, когда с английского переводят, часто переводят спутники других планет, как Луны тоже. И мы можем встретить такие фразы «Луна Юпитера», «Луна Сатурна». Ну, потому что в английском языке они все называются как «Мун». Нам, конечно, привычно говорить «Спутник Юпитера», а не «Луна». Вот. А «Луна у Земли». Вот спутник наш. Ну вот смотри, сейчас в фильм выходит «Человек на Луне». Опять вспоминают этот полет американцев. Да, вот. Интересно будет твое мнение узнать. Ну, это как бы уже Лиза там сейчас, да, глаз увлажнится, голос потеплеет. Ну, вообще расскажи, реально туда летали? Как вообще научное сообщество считает? Да, научное сообщество, конечно, в курсе, что американцы были на Луне. И не один раз иногда вот, когда обычный человек, какой-нибудь, который яростно убежден, что американцев не было на Луне, конечно, такие люди могут привести много доводов разных. Очень часто люди считают, что американцы вот один раз слетали на Луну, и все. И говорят, а что они потом второй раз не полетели, третий раз. На самом деле они шесть раз летали на Луну, шесть посадок были. Шесть раз. Ух, там мусора, наверное, от чипсов всего этого. Ну да. Ну, чипсы легкие, хорошо вкусно сбросить. То есть были шесть раз реально на Луне американцы? Да, на поверхности Луны. Еще несколько облетов вокруг Луны было без посадки. Ну, да, конечно, те, кто уверены в каком-то заговоре там, что американцев не было на Луне, они могут много доводов привести. И для человека, который не знаком хорошо с самой спецификой таких полетов и с подробностями астрономии, для него эти доводы могут показаться вполне аргументированными. И он вполне может действительно начать считать, что американцев не было на Луне. Но так, если все рассудительное посмотреть и разобраться, то мы, конечно, вот ученые именно знают, что американцы были на Луне, и этому много доказательств, и все эти доводы против, они легко опровергаются. А нас не было? У советских нет. Не было такой задачи, Лиза. Если бы надо было, Луну бы притащили сюда, да. Дим, скажи, а вот можно ли посмотреть через телескопы и увидеть следы пребывания человека на Луне? Вот с Земли, конечно, не получится так сделать. Если мы либо любительский телескоп купим и посмотрим, нет, конечно. Мы будем наблюдать кратеры, ну, размером десяток километров, не меньше. То есть самые мелкие мы не увидим, и следов, конечно, тоже. Если мы даже в крупных обсерваториях будем смотреть с Земли, все равно не увидим, потому что наша земная атмосфера не позволяет рассмотреть. Тут все шевелится, воздух двигается, турбулентность, и картинка такая мыльная немножко получается. А вот космические аппараты, которые летают вокруг Луны сейчас, они подробно ее фотографируют, и можно... А к ним можно подключиться, например, в интернете там найти адресок? Ну, прям подключиться нет, а посмотреть фотографии можно вполне. И это очень легко сделать. Все знают, что можно зайти на сайт Google и посмотреть карты Земли, которые сняты спутником. Пишите google.ru slash maps, и у вас карты Земли. А если написать google.ru slash moon, будут карты Луны, отснятые как раз космическими аппаратами. И вы там без проблем найдете вот эти места посадок, и там видны посадочные модули, следы. Конечно, следов вот ноги человеческой там еще нельзя различить, а вот все остальное там заметно на этих снимках. Спасибо, друзья. Пока вы вбиваете нужный номер в строку браузера, мы сейчас сделаем паузу, после которой вернемся, оставайтесь в компании Страна.ФМ. И это хорошо. Спасибо. Мы скоро вернемся, друзья, вместе с пиццей. Наука и технологии. На телерадиоканале Страна.ФМ. Это, друзья, великолепно, что он в пятницу нашел время перед выходными и заглянул в эфирную студию Страны.ФМ. Астроном, популяризатор науки Дмитрий Трушин в гостях у Страны.ФМ. Мы сегодня говорим про Луну. Любез у нас такой. Вот, Дима, расскажи, мы знаем, что Луна влияет на приливы и отливы. Как это вообще происходит? И можно нам этот механизм разобрать подробнее? Ну, тут, на самом деле, хотелось бы нарисовать чертежи, всякие формулки написать, но мы не будем, к счастью. Многие нас слушают просто в радиоэфире. Рисуй, не рисуй, знаешь. Вот. И так по-простому, если сказать, то Луна все-таки довольно массивная, крупный спутник. Если мы сравним, допустим, спутники других планет, у Юпитера, у Сатурна, ну, спутники прям в сотни раз меньше по массе, по массе, даже в тысячу раз меньше по массе, чем сама планета. А Луна вот от Земли 80 раз отличается по массе, конечно, она меньше, но не так, чтобы прям сильно. Поэтому она своим притяжением хорошо на Землю влияет. И так если по-простому, то вот та часть Земли, которая в данный момент ближе к Луне, а сейчас какая-то часть чуть ближе к Луне, а какая-то чуть дальше, да, вот Луна с одной стороны. Постоянно, которая какая-то притягивается, какая-то удаляется. Да, ну, то есть, если мы возьмем какое-нибудь местечко на экваторе, в котором сейчас Луна прям над головой висит у людей, которые там живут, вот это местечко как раз ближе всего к Луне, она немножко сильнее к ней притягивается, потому что оно ближе немножко. И поэтому это место чуть-чуть вспучивается, так скажем, и там прилив наступает. Ну, также, на самом деле, дальше... А, притягивается туда вода, получается. Да, но не только вода, с водой это просто заметно хорошо, потому что она жидкая и хорошо меняет форму. На ней можно отслеживать. На самом деле, и твердая поверхность тоже так себя ведет. Вот мы здесь сидим, думаем, что мы на месте сидим, а на самом деле мы два раза в день поднимаемся, опускаемся немножко, поднимаемся. Подождите, а получается, что земное притяжение в какие-то моменты чуть меньше? И это тоже, да. А если спортсмен будет знать, когда у него земное притяжение чуть меньше, он может в высоту лучше прыгать? Ну, вообще, да. И даже вот этот эффект, он не так сильно, конечно, сказывается, а вообще-то еще мы знаем, что Земля сама по себе сплюснута немного у полюсов из-за вращения нашей планеты самого. И получается, что тут уже значительный довольно эффект. Заметно, если мы на экваторе стоим, мы весим... Вот человек стандартный весит грамм на 100-200 меньше, чем если бы мы около полюса стояли. То есть, по идее, на тех чемпионатах мира, олимпийских игр, которые вблизи экватора, можно лучше рекорды ставить. Это круто. Но с лунными приливами это не так сильно будет сказываться. Вот, ну и да. И вот еще интересно, что прилива-то два в течение дня. Почему вверх-вниз все поднимается? Ну, Земля крутится, и то вот эта точка Земли, где я сижу, оказывается повернута к Луне. То повернута вбок, то отвернута от Луны. Вот, оказывается, прилив наступает и в том случае, когда Луна вот у меня над головой примерно, и в том случае, когда она где-то там подо мной, с другой стороны Земли. То есть, два прилива в день у нас наступает. Да, и твердая поверхность сантиметров на 20 так поднимается. На 20? Да, но мы этого не замечаем, конечно, потому что вот вся Москва синхронно так вжжжет, и обратно вниз. А, ну да, то есть это все, поскольку одновременно, ты поэтому не чувствуешь. Да, и очень медленно, конечно. Только кроты переживают, понимаешь? А какие-то живущие существа это же наверняка ощущают, ну серьезно, те же кроты, которые под землей живут. Ну вот, это сомнительно, сомнительно, потому что действительно вот вся эта поверхность, вся толща Земли, она поднимается. А вот в море это как бы хорошо достаточно сказывается на эволюции существ, потому что вот прилив, отлив, там как-то перемешиваются разные вещества, которые на поверхности Земли, которые в океане, благодаря этому, это, наверное, важную роль сыграло вообще в эволюции даже наших видов на Земле. Угу, какая-нибудь рыба давно вышла и не смогла уйти, и так стало сухопутным жмутом. Класс, вот это да. Давайте все осмыслим, сделаем паузу, после чего вернемся. Наука и технологии на телерадиоканале Страна.ФМ Друзья, Дмитрий Трушин в гостях у телерадиоканала Страна.ФМ. Мы сегодня расспрашиваем Диму про Луну. Да, скажи, Дима, чем Луна полезна для нас, людей, своими не только приливами, отливами на производство. Сейчас обсудим это, да. Я вспомнил такую вещь, фразу великолепную. Если вас спросят, что важнее, Солнце или Луна, надо, естественно, отвечать Луна, потому что Солнце светит днем, когда и так светло, а Луна светит ночью, когда темно. А, да? Ну, это шутка. Ваши персональные шутки. А для нас, например, Луна чем полезна? Во-первых, лунный календарь, конечно. Он появился очень давно, и именно благодаря Луне очень удобно было вести календарь. Мы наблюдаем смены лунных фаз. Мы можем четко понять, когда у нас половинка Луны освещена, когда у нас полнолуние. И, собственно, так у нас удобно календарь вести. Вот почему у нас, собственно, до сих пор существует такое понятие, как календарный месяц, и он... Ну, именно месяц. Да, называется тоже как месяц, как фаза Луны. Потому что раньше так и делали. 29 с половиной суток — это период полной смены лунных фаз. Он вот все время сохраняется четко. Все время 29 с половиной. Ну, правда, люди не знали, как быть вот этой половинкой. Надо же, либо чтобы 29 дней было, да, либо чтобы 30. А то как-то неудобно получается, чтобы месяц с целым количеством дней был. Вот. И поэтому получилось, что они как делали? Первый месяц у нас будет, например, 30 дней, второй — 29. Потом 30, потом 29. То есть чередовали. И до нас это так и дошло. Вот у нас месяц то 30 дней, то 31. Ну, только почему у нас не 29 и 30, а 30 и 31? Набежал денек один откуда-то. Да, набежал, потому что, ну, не получалось иначе в году целое количество месяцев. Уместить таким образом. У нас все-таки в году тогда помещается 12 с половиной месяцев. Тоже не очень здорово. Поэтому решили на каждый месяц по лишнему дню накинуть. И вот у нас такой календарь сейчас получился. Да, это не чтобы на костях пальцев было удобнее запоминать. А это, на самом деле, от древнего лунного календаря все пошло. Ух ты. Вот. Но не только же этим луна помогает, да, нам. Вот есть еще какие-то такие, как сказать, физические воздействия? Вот как Земля поднимается, приливы и отливы. Что еще? Да, вот есть еще мнение, что если бы не было луны наше, вращение Земли... Если бы не было луны, то вращение нашей Земли было бы не таким хорошим, как сейчас. То есть мы сейчас знаем, что... Траектория другая, да, была? Да, ну вот именно траектория по орбите, она бы сохранилась. А вот земная ось могла бы быть не так хорошо стабильно направлена, как мы сейчас говорим, на полярную звезду все время направлена. На самом деле там все сложнее гораздо, и ось Земли постепенно поворачивается, и когда-нибудь полярная звезда перестанет быть полярной. Но если бы луны не было, возможно, было бы еще все интереснее и хуже, и ось Земли бы как-то болтала довольно сильно. Ну, к счастью, такого нет, и у нас... То есть стабилизирует она, да, чуть-чуть? Да, да, и у нас вот со смены времен года все в порядке, благодаря этому ось стабильно, у нас все время зима-лет наступает. Отлично. Ну, еще есть такое, я бы сказал, что это заблуждение, что нужно лунным календарем пользоваться, когда мы занимаемся на даче поселами какими-нибудь. Да-да-да, вы рекомендуете часто. Сажаем картошку, сажаем картошку. Вот никакой связи между урожайностью и этими фазами луны пока не найдено. Сейчас многие мужчины, знаешь, сказали своим женам. Только вера, да? Да. Только на вере все основано. Да. Ну, может быть, конечно, какая-то связь и присутствует, но, во-первых, мы ее не обнаружили, хотя статистику проводили, естественно, там следили вот этот... Эксперименты были. В полнолуние посадил, это в новолуние, там два больших поля, давайте сравним, где что выросло. Нет, не нашли связи. Ну, и для меня, как для ученого, если какая-то связь есть, мне же хочется понять, откуда она берется, вот как-то проследит эту физическую цепочку. Ну, никаким образом не могу придумать каких-то связей между фазами луны и поселами. Скажи, а вот животные же правда реагируют, там бывают вою на луну? Тебе прооборотни или что-нибудь? Ну, не только, там собаки воют на луну, но вообще какой-то... Ну, наверняка воют, она же яркая, красивая, чтобы не повысить. Не поет песня Лиза, на самом деле. То есть настроение в этой полнолунии, она никак не влияет на состояние животных? Ну, может, и влияет на состояние. То есть, если бы мы с вами не понимали вообще, что это за фонарь в небе торчит, мы бы, наверное, тоже выходили, такие удивлялись, радовались. Дим, ну, а какой-то вот, смотри, есть же какие-то магнитные линии поля, там, по которым киты плавают, вот здесь вот как-то луна принимает участие? Ну, вот с магнитным полем луна никак не связано. Не знаю уж, насколько с ним киты, на самом деле, связаны, но возможно. Ну, я... Нет, просто, может быть, действительно есть связь, и какие-то животные ориентируются по магнитному полю действительно, я просто не в курсе. Так что не буду никого обманывать. Друзья, мы не будем, действительно, мы честно сейчас сделаем маленькую паузу, после которой продолжим. Будьте в компании телерадиоканала «Страна.ФМ». Наука и технологии. На телерадиоканале «Страна.ФМ». Дамы и господа, мы продолжаем. Астроном, популяризатор науки Дмитрий Трушин в гостях у «Страны.ФМ». Мы сегодня думаем, как бы нам использовать и изучить планету. Нет, спутник. Луна. Луну, да, вот все тебе, видишь, тянет. Луна — это не планета. Луна — это спутник Земли. А как это просто называется? Космический объект, Луна? Можно говорить «космический объект», можно говорить «спутник». Да. И все. Дим, да. Вот смотри, на Земле все больше и больше людей. Места всем уже не хватает. Понимаешь, ресурсы планеты уменьшаются. Что делать? Можно ли как-то переместиться хотя бы на время отпуска на Луну? Что там интересного? Может быть, как-то сделать там атмосферу? Реально это? Расскажи. Ну, давайте поразмыслим на эту тему. Вот насчет того, чтобы на время отпуска сгонять на Луну уже это все ближе-ближе к реальности, оказывается. Действительно, возможно, слышали многие, что сейчас планируются лунные космические туристы. Да, 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 мы это рассказывали тоже в программе. Ссыланным маском, да. Да, да. И это уже почти реально вот взять, чтобы обычный человек, ну, не совсем обычный человек, надо быть миллиардером просто, да. Слетал, облетел вокруг Луны, может быть, в скором времени и посадку на Луну совершил. Но пока еще все-таки, как мне кажется, очень долго до того, чтобы мы прям там построили какое-то постоянное поселение, хотя бы маленькое. Тут очень много проблем на нашем пути будет. И касательно создания атмосферы, касательно других ресурсов, которые нужны, касательно борьбы с радиацией. А там радиации много? Да, да, то есть на Земле мы защищены от радиации и магнитным полем Земли, и атмосферой нашей. Если мы на Луне, то ничего этого нет, и мы облучаемся очень сильно. Очень вредно для организма. Да, в основном от Солнца это радиация. Солнце у нас радиоактивное, там термайдерные реакции в недрах идут, и оно спускает и быстрые частицы гомоизлучения. А есть такая информация, вот мы уже сказали в начале программы, что шесть раз американцы были на Луне. Вот как, что случалось потом с космонавтами, какие-то последствия на здоровье, все это проявлялось? Какие-то последствия есть при любом полете в космос. И, пожалуй, более значительные последствия будут у тех космонавтов, которые на МКС сейчас прибывают, например. Потому что они гораздо более длительное время в космосе находятся. Они полгода, и некоторые даже больше там находятся. Американцы слетали туда несколько дней, ну, некоторые несколько часов, некоторые несколько суток на Луне побыли и вернулись обратно. Ну, где-то трое суток, кстати, полет в один конец идет. Не так уж долго, как там, да, на Новосибирске на Плацкарте доехать. А, то есть летят они три дня? Да. И обратно три. И обратно три. Где-то так. Вот. И да, за это время, конечно, они получили какую-то дозу радиации, которая во много раз больше, чем за эти три дня на Земле. Но все равно это не опасно. Там все было рассчитано, вот все знали, сколько именно они получат радиации. И с этим все нормально, все рассчитано было. Другое дело, если мы хотим на Луне целую, там, не знаю, всю жизнь прожить, нам нужна какую-то защиту от радиации. Ну, да, и на корабле американцев, в котором они летали, тоже была отличная защита от радиации в самом обшивке корабля. Вот. Нам, в принципе, мы можем придумать и как защититься от радиации, и создать какую-то атмосферу под колпаком, допустим, для начала, для выживания какой-то небольшой колонии на Луне. Придумать теоретически мы это можем, но другое дело это еще осуществить нужно. Это огромные деньги, огромные ресурсы нужны на Земле. Нет ли там нефти, скажи. Вот. Пока не нашли. Ну, по всей видимости, у нас на Земле все-таки нефть это продукт микроорганизмов, и на Луне нет. Ну, другие-то ресурсы обсуждаются. А какие там есть полезные, скопаемые, или их по-другому называют? То, что, наверное, в первую очередь говорят, когда речь заходит о ресурсах на Луне, это гелий-3. Это изотоп гелия, который может быть важен в атомной ядерной промышленности. На Земле его очень мало, но у него побольше, но тоже очень мало, с другой стороны. Стоит ли тащиться в такую даль? Да, ну, то есть его можно там добывать, но это, опять же, невероятно сложно. Там надо тысячи тонн этого лунного грунта перелопать. Давай про наше, про близкое. Золото, серебро, платина, вот это вот на Луне там. Ну, с этим как бы не лучше, чем на Земле. То есть пока ресурсы нам удобнее, их больше на Земле, чем на Луне, их гораздо удобнее здесь добывать. Конечно, у нас есть какие-то идеи насчет того, что вот и с Луны мы будем что-то добывать, и с астероидов можем что-то добывать. Ну, а до этого пока далековато все-таки. Ну, а что-то вредное производство, например, коксогазовый завод там построить, потому что у нас есть вот порт, атмосферу. Ну, да, это можно сделать, но когда-то мы до этого дойдем, наверное. То есть смотри, получается, что как только появятся ракеты с хорошим ресурсом, чтобы недорого летать, то освоение Луны начнется. Да, вполне вероятно. И тут надо сказать, что еще вещь, которая, наверное, более важная даже, чем добыча ресурсов каких-то, или чтобы там люди жили, это создать какой-то космодром промежуточный на Луне, потому что, как мы понимаем, с Луны гораздо проще взлететь, там притяжение меньше, чем на Земле. И если мы на Луне создадим такой космодром, то нам будет намного легче летать уже к Марсу, к другим планетам и так далее. И это, наверное, одно из самых главных, чем Луна может нам пригодиться. Мы скоро продолжим. У нас небольшая пауза, друзья, впереди. Вы, кстати, можете задавать свои вопросы. Группа ВКонтакте «Страна.ФМ». Пишите. Наука и технологии. На телерадиоканале «Страна.ФМ». Друзья, астроном Дмитрий Трушин по-прежнему в гостях у «Страны.ФМ». Неземные вопросы нас сегодня волнуют. Говорим мы про Луну, да и не только. Да. Дима, ну, смотри, у меня еще такой вопрос финальный. Я все переживаю за Илона Маска. Туристы, то есть все это вообще возможно, что уже в ближайшие два года, как они обещают, будут организовываться туры на Луну, да? То есть люди будут там ходить, путешествовать, либо это все так для красного словца, и все это далекое будущее. Ну, можно с осторожностью пока об этом говорить. То есть не факт, что через два года, во-первых, много кто много что обещает, и по датам обычно все не укладываются в обещанное. Вот. И то, что прям по Луне ходить будут, это тоже пока не совсем близко, потому что мы можем гораздо легче сделать полет просто вокруг Луны и возвращаться вокруг Луны вернуться на Землю. Именно посадку на поверхность и походить по Луне, это уже намного сложнее, и поэтому это не так скоро. А вот туристический облет вокруг Луны, ну, в принципе, это почти реальность. А примерно на какой высоте они облетают? Насколько можно смотреть? Ну, я прям не скажу сейчас точно, но... Ну, 100 километров. Да, может быть, 100 километров. Что бы все смотреть. Может быть, там 400-500. В принципе, это довольно близкое расстояние. То есть все видно. Да, конечно. Это получится, ну, 400 километров, допустим, если мы подлетим, это в тысячу раз ближе, чем мы сейчас к Луне находимся. Луна далеко все-таки от нас. Ну, конечно. Ой. Будем ждать фотографий от Илона Маска. От Илона Маска. Илона Маска. И туристов. Ну, смотрите, что-то недавно там открыли, какой-то спутник где-то. Вот мы считаем так. Да, интересная новость. Расскажи, вот что это было? Мы все про спутник Земли говорим. Или что? Я-то вот тут вначале упомянул, что Юпитер 12 новых спутников открыли вот буквально год назад. А сейчас интересная новость про то, что вне Солнечной системы открыт, видимо, первый в истории открытый спутник планеты, то есть мы еще лет, ну, лет 30 назад научились открывать вообще планеты около других звезд, которые вне Солнечной системы находятся. Ну, 26 лет назад была первая такая планета открыта. А вот сейчас мы дошли, технологии дошли до того, что мы открыли первый спутник какой-то планеты, которая вращается вокруг другой звезды. Вот такой исторический момент. Ну, мы сейчас уже довольно много каждый год и планет новых обнаруживаем, и планеты похожие на Землю есть. Это круто. Есть люди, которые придумывают названия или только номера дают? Как это все устроено в астрономии? Ну, большинство планет просто им дают номер в каталоге, да. Но некоторым дают название. Обычно какое-то голосование происходит, предлагают несколько вариантов названий, потом голосуют. Иногда просто обычные люди голосуют. Вот такие выборы большие, международные. Как назовем планету. А там живут инопланетяне, может быть, и не знают вообще, что их планета как-то называют. Они называют Землю как-нибудь. А они есть, да? Ну, мы не знаем. Ну, понятно. Ладно. Дима, у тебя тоже совсем скоро состоятся твои лекции. Да? Давай, можешь продонсировать. Мы хотим рассказать зрителям, слушателям, что отличный курс лекции для вас запустили сейчас в парке Горького. В прекрасном парке, конечно, уже гулять прохладненько, но там есть шикарный лекторий в помещении. Очень крутое, мне очень нравится там. Ну, так называется, лекторий парка Горького. Да, лекторий парка Горького. То есть можно на сайте парка Горького это с легкостью найти. Прямо на главной странице можно увидеть, что вот сейчас начинается цикл лекций про интересные объекты солнечной системы. Как раз там и про Луну будет более подробно. Больше всего будет рассказано явно. Сегодня мы, конечно, не все успели обсудить. Про Марс будет, про Сатурн, про астероиды. Вот мы с коллегами будем нести астрономию в массы. Популяризировать. Да, уже в это воскресенье первая лекция будет. Во сколько? Начало? В 4 часа дня. С 4 до 6 вечера первая лекция. Вот, так что заходите на сайт парка Горького, присоединяйтесь к нам. Вот как раз будет про Луну. То, что сегодня услышали, только подробнее. Дорогие друзья, дорогие романтики, по неофициальной информации от Димы, мы поняли, что там больше всего девчонок. Поэтому, ребят, приходите. Будет интересно, будет познавательно. Поймете, есть ли жизнь на Марсе или нет ли жизни на Марсе. В общем, все будут рассказывать в парке Горького в эти выходные. Да. Что ж, Дима, спасибо тебе огромное. Было безумно интересно. Отлично. Мы тебя приглашаем еще в гости. Еще раз, друзья, приглашаем в парк Горького. Слушай, ну, напоследок вопрос такой. Вот смотри, Луна влияет на наше настроение. Ну, влияет на нашу Землю. Лунные календари не работают, как мы поняли. Ну, если мы про посевы именно говорим, так, то как счет времени работает. Но каждый день, вот ты когда открываешь гороскоп, ну, такой женский вопрос. Все говорят, вот Луна сегодня в такой-то фазе, и это влияет на ваше настроение. Вот как ученые, это так или нет? Вы открыли гороскоп, увидели, что Луна влияет на ваше настроение, и вы поняли, какое настроение у вас сегодня. Вот так оно повлияло на ваше настроение. То есть вот это вот все, новолуния, Луна в полной фазе, Луна, как это, убывает, это все не работает? Нет, нет. Ну, вы можете провести эксперимент над собой. Вы можете не открывать гороскоп с утра, а наоборот, открывать его вечером и сравнивать. Правда у вас такое настроение было, как гороскоп пообещал или нет? Обычно все по-другому происходит. Ты прочитал, и уже планируешь исходить от этого свой день. Ага, так написано, все. Поэтому гороскопы сбываются, чтобы его следовать начинается. Дим, а кто вообще открыл эту Луну? Потому что вот есть, например, Христофор Колумб открыл Америку, да? А Луну кто открыл? Кто ее увидел и описал, и вообще вот... Понял, что это какое-то... Сложно понять, да, ее же все люди видели еще с древних времен. Ну, что это вот... Какие-то карты Луны более-менее подробные начали появляться сразу, как телескопы появились. Вот. Мы глазом, конечно, можем увидеть уже детали, и там, и китайцы, и арабы, и грешники. Реки зарисовывали, конечно, там детали на Луне, обнаружили, что они все время одинаковые. То есть луна одной стороной к нам повернута. Ну, не знаю, то есть они так это интерпретировали все или нет, но сейчас мы знаем. А на темной стороне Луны там... Нельзя говорить темной стороной Луны, простите. А, обратной стороной. Она освещена иногда Солнцем. Все, понятно. Обратная сторона. Обратная, правильно говорить. Да, там трансформеры, да, мы это знаем уже. Вот. А так карты уже появились, начиная с первых телескопов. Галилей вот наблюдал Луну подробно, зарисовывал, задавал карты. Сейчас, опять же, на гугл-картах можете смотреть. Ладно. Все, Дима, спасибо тебе огромное. Дмитрий Трушин астроном был в гостях у нас сегодня. Очень интересно. Спасибо. Мы стали ближе к звездам, друзья. Спасибо. До свидания. Наука и технологии. На телерадиоканале «Страна.ФМ».